Недостаточная зарплата учителей, большая нагрузка на педагогов и желание улучшить качество образования. Вот лишь несколько фактов, упомянутых в петиции, которые Эстонский союз работников образования передал сегодня спикеру Ригикогу. И хочешь не хочешь, правительству придется прислушаться к этой петиции, поскольку под ней поставили подпись почти 7 тысяч человек. Если говорить более точные цифры, то подпись под петиции поставили 6727 человек. К самой петиции в частности говорится о том, что несмотря на высокое качество эстонского образования, сейчас наступил серьезный кризис и без быстрых перемен образовательная система окажется на краю пропасти. Эстония сейчас сталкивается уже с тем, что учителя перегруженной работы в основной своей массе не являются одними из старейших педагогов среди стран, входящих в организацию экономического сотрудничества и развития. Рост количества молодых учителей практически отсутствует, а большинство тех молодых, кто получил профессию педагога, через какое-то время уходит с работы и им нет квалифицированной замены. В будущем это приведет к еще более сильному снижению уровня квалификации педагогов. А это, в свою очередь, развернет уровень образования в нашей стране в худшую сторону. И чтобы этого избежать, уже сейчас необходимо предпринять нужные шаги. В петиции, которая сегодня была передана спикеру Ригику Лауре Хуссеру, говорится, что для улучшения ситуации, или лучше сказать, спасения образования в нашей стране, нужно, по крайней мере, сделать так, чтобы к 1 января следующего года средняя заработная плата работников образования составляла бы 2300 евро. У директоров школы была бы возможность примировать лучших педагогов из зарплатного фонда, да и нагрузку учителей нужно обозначить в 35 часов в неделю и не больше. Хотя сейчас видно, что учителя работают гораздо больше предлагаемой нормы. Педагоги, по крайней мере, это понимают. А вот осознает ли то, что система образования в Эстонии трещит по швам, непосредственно само правительство? Ригикогу обсудят петицию самым подробным образом, поскольку образование для парламента и правительства является приоритетом, и поиск дополнительного финансирования для нас очень важная задача. Коалиционные партии солидарны в этом вопросе, что нужно приложить максимум усилий для того, чтобы эстонское образование было бы лучшим в мире. Правда, по словам спикера Ригикогу, тут нужно учитывать, что разговор о более точных суммах поддержки сферы образования можно вести после того, как будут полностью реализованы планы коалиционного соглашения. А они, напомним, включают в себя рост налогов, введение новых уменьшений, семейных пособий, ликвидацию выплаты больничного со второго дня и так далее. Сюда можно еще добавить и проблемы, вызванные решением о полном переходе русскоязычных образовательных учреждений на эстонский язык обучения, в свете отсутствия нужного количества педагогов, необходимых материалов, а также домоклого меща, который висит над многими русскоязычными учителями в связи с необходимостью сдать экзамен на госязык на категорию С1. И вот если сложить все эти факты воедино вместе с теми, что описаны в петиции, то хочется спросить, мы на краю пропасти или мы уже катимся вниз? Сергей Овченков, Петр Юльвайн, Новости Таллина.